Каждый хочет, чтобы его родной город и улица были ухоженными и красивыми, вызывали самые положительные эмоции. Конечно, для уборки территории существуют коммунальные службы, однако не всегда чистота и порядок зависят только от них. Каждый согласится с тем, что сохранение чистоты и порядка на улицах города, в дворах, парках, общественных местах – это задача не только коммунальных служб, но и жителей города. Как приятно видеть, что наш город преображается и буквально расцветает с каждым днём. Радует глаз ухоженность улиц, скверов и дворов. Чтобы так было всегда, власти города, депутаты при поддержке районной администрации проводят большую работу по поддержанию санитарного состояния, наведению порядка, сбору и утилизации мусора. Я считаю, что совместными усилиями люди, депутаты, администрация города мы сможем навести порядок и у нас город будет ещё красивее, чем он сегодня есть. Чтобы на улицах города было чисто и убрано, задуматься стоит каждому. Однако некоторые славянцы не совсем правильно понимают даже то, для чего нужны контейнерные площадки, и иногда попросту превращают их в свалки. На часах нет ещё 10 утра, а мусороуборочная машина уже второй раз приехала ликвидировать свалку, созданную руками жителей этого многоквартирного дома. Кому-то, по всей видимости, просто не хватает сил, чтобы донести ведро до мусорного контейнера, как, например, жителям многоквартирного дома по улице юных коммунаров. Из-за таких нерадивых жителей в нашем городе и образуются стихийные свалки, как возле самих контейнерных площадок, так и в других местах. К нашим жителям хотелось бы обратиться и сказать – берегите свой город, делайте его чище и краше. Вы видите, что столько много хорошего делается в нашем городе. В каждой стране существуют свои способы утилизации и сбора бытовых отходов. Так, к примеру, европейцев мусор заставляют расфасовывать. Пластиковые отходы – в один контейнер, бумажные и стеклянные – в другие. От нас же требуется только одно – просто собрать мусор и выбросить его в специально отведённое место. Но, как оказывается, даже эти элементарные требования выполнить некоторым не под силу. Мало того, что бытовые отходы выбрасывают, где придётся, так ещё и крупногабаритный мусор складывают в контейнеры. А ведь он должен вывозиться специальным транспортом. Наши жители считают, что выносить свой мусор, они имеют право, я имею в виду, крупногабарит. Это ветки, это трава, это пластик от ремонта бамперов, стёкла от ремонта машин, мебель, разобранные рамы, двери в любое время и на любую площадку. Ещё раз хочу сказать, что контейнера выставлены для сбора и вывоза бытовых отходов. Немало делается в городе для наведения чистоты и порядка. Многое зависит как от специальных служб, занятых уборкой, так и от самих жителей. Именно славянцам прежде всего стоит подумать о городе, в котором они живут и работают, а также задуматься о том, где будут жить следующие поколения – в чистом и ухоженном городе или грязном и неубранном. Ведь чистота вокруг – дело наших рук. Надежда Неткачева, Александр Косицын, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...